Сегодня у нас 30 апреля 2024 год. Вот я подъехал из деревни к бывшему лагерю Стану. Сейчас этот лагерь Стан для бедных лагерей. Музей. То есть как музей остался. За ним, конечно, смотрите. Вот пришел, вот упал. У нас где он раньше умывальник стоял под крышей. Вот крыша завалилась. Видно, что столбушки сгнили, а ветра были сильные. Аж крышу сорвало у нас на одном складе. Да и в других местах тоже. Точно, и понятно, что если столбы подняли, она уже ничего не выдержит тут. Ну, я не просто еще посмотреть сам лагерь. Я еще пришел и поставил березовку, чтобы набегала. Говорили, что вроде прекратила. А сейчас что-то похолодание, она опять побежала. Ну, и поставил некоторые бутылки себе. Вот она, березки какие, красавицы. Березки вообще красивые. Господь чудно их сотворил. Вот бутылка стоит, пятилитровка. Сейчас покажу даже, как она бежит активно. У меня длинная, конечно, но я решил так сделать. Вот она, видно, что быстро капает. Вот. Обычно подвязываем дерево самого. Ну, тут у меня низко получилось. Я сделал под доску. Сейчас покажу сам лагерь Стан, как он выглядит. Вон там впереди шалаш. Кое-где уже дырки появились. Здесь бак стоит еще. Столик завалился. Колбушки подняли. Плюс ветер. И все. Тут ее, конечно, сейчас не откроешь, потому что березка-то растет. Она его распирает. Тут у нас замурованно придется перелазить. Вон там погреб стоит. Избушка. Это у нас погреб был раньше. Потихоньку, видите, все начало зарастать уже кустарниками. Тут все висит нормально. Замок закрытый. Столовые. Тут обычно зимой набивается все. А, вот сейчас я увидел. Там крышу, оказывается, провалило. И причина в этом, опять же, природа. Упала большая ветка. По ходу дела, как я увидел. Ну, вот здесь вот не видать. А вот с той стороны сейчас я зайду. И так видно будет. Вот она. Как пробила ее веткой. А тут у нас серединки нет. Так бы серединка-то удержала бы. Все бы середина проходила еще. Но ее здесь нету. Так-то он сам по себе крепкий шифер еще, советский. Вот, а ветка тяжелая и пробила. Ну, что, надо будет где-то опять шифер доставать, которого нету у нас в запасе. Это у меня проволока от винограда. Это у меня проволока от винограда. Я его подвязывал к ней. Она будет мне еще вскрыть его будет. Только вчера приехал отсюда, в Рудинберг. Вот такие кельи у нас стоят. Надо активно работать над ними, чтобы они еще простояли какое-то время. Вот тоже дерево сломалось. Здесь вот тыши целы еще пока. Вот его разломало вдоль ветла. Есть ветла. Слабенькое дерево. Кухня еще стоит. Звездки тоже растут. Туалеты еще стоят пока. Все гниет. Это вот у нас игровая комната отдыха называется. Это на курьих ножках дом. Келья тоже. Вот мужские кельи. Братские. А, вот тоже вот шифер валяется. Где-то, видимо, с этой крыши сорвало. Ой. Все они, конечно, все. Вот так вот. Вот тут вот эта часть заборов мы по осени делали. Она еще стоит пока. Видно, что картон задрала. Канара где-то на той стороне сорвала шифер. Он разлетелся везде. Уже носили деревца тут пробиваться. Это детский батут. Лет до пяти. Для самых маленьких. Можно было прыгать. Качелька еще стоит пока. Турничок остался один. Только так, для памяти все. Что сказать. Слава Богу за все. Все стареет, все ветшает. И мы когда-то отойдем в вечность. Когда-то нас Господь призовет. Ну, все. Слава Богу за все. Аллилуйя.